Роботы, механические устройства, известные человечеству еще с начала 20 века, благодаря приключенческим романам и фантастическим повестям. Однако, чем дальше шагала научная мысль, тем больше эти машины стали входить в жизнь людей, делая ее комфортной и удобной. Казалось бы, удивить роботами человека уже сложно. Однако, возможно, уверен Александр Гадун, автор вернисажа, открывшегося накануне в выставочном зале на Советской. Они могут быть не только интересными экспонатами, но и собеседниками. Привет! Как тебя зовут? Увлечение джанк-артом, искусством, где в основе композиции лежат предметы, вышедшие из употребления по своему непосредственному назначению, началось у Александра Гадуна много лет назад. С годами менялся автор, менялись его взгляды на роботов. Сегодня они для него не только и не столько элементы техники, сколько арт-объекты, способные останавливать на себе взгляды посетителей. Роботы – это искусство, как и в моем стиле. То, что на выставке представлено. Ну, вообще, роботы – это такие существа, которые должны помогать человеку. В моем воображении это большие железные машины. Сейчас уже технологии идут вперед, роботы становятся все изящнее, все красивее. Порядка 80 экспонатов рассказывают о судьбах роботов. Сюжеты и формы автору подсказывает фантазия и впечатление от произведения «Братьев Стругацких» Рая Брэдбери и Стивена Кинга. А сценарий и образы – сама жизнь. Каждая представленная на выставке модель по-своему уникальна. Например, железный человек. На первый взгляд обычный, однако и у него есть душа. Автор подарил ему философскую мысль и нотки грусти. Бессонница, Прометей, друг человека, рождение электричества. Каждому роботу Александр Гадун подарил жизнь. Новую жизнь, в которой он не только машина, но и что-то большее. Творческое, креативное. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербат, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, БУК-ТВ.